Добрый вечер, дорогие друзья! Здравствуйте! Добрый вечер! Я обещал вам не скрывать, где бывал и что видел. Потому что такие уж у нас правила. А друзей, как в песне пелось в советские времена, по секрету всему свету, кто что сделал, расскажу. Но про всех не берусь, а уж про себя, если только это будет на пользу и для вашего интереса и развития, обещался рассказывать. И вот совсем недавно, по благословению нашего Владыки, я побывал в творческой командировке в святых местах. Такой страны, о которой вы даже бы, многие из вас, во всяком случае, не подумали, что эти святые места там имеются. Сама страна звучит чуть ли не противоположно по значению какой-то святыни православной. Но для проницательных будет понятно, что там стоит что поискать. Речь идет о Турции. Страна, которая расположена за Черным морем и простирается до Армении на востоке, до Средиземного моря на юге и до Греции на западе. Хотя до Греции там еще есть еще какие-то страны. Вот и ждал у меня там удивительное открытие. Ждали. Действительно, удивительная страна. Я, конечно, ехал туда не как в Мусульманскую республику, а как в бывшую Византию. И более чем вдохновлен всем тем, что я там увидел. Вы не были никогда в Турции? Нет. Да, вам интересно будет что-то узнать. Так где же вы бывали? С чего началось ваше путешествие? Остановка наша была и обычное нахождение, куда мы возвращались, откуда мы лучами выезжали по святым местам Турции. И называется Анатолия. Этот район, который огражден с севера горными хребтами, а с юга Средиземным морем, является одним из излюбленных мест туризма, отдыха наших соотечественников. Именно потому, что это не очень дорогие отели украшают этот необыкновенный берег. И там, в одной из гостеприимных гостиниц, и наша группа прибывала. А уже оттуда выезжали мы по достопримечательности. Это место известно как Анталия. И я был тоже сначала, когда узнав, что наш маршрут именно туда, немножко был... Ну, я уже немного чему удивляюсь, но, во всяком случае, не воодушевлен. Точнее, обману немножечко. Воодушевлен с точки зрения слухов о том, что это курортно, что это привольно, что это тепло и умеренно сыро. А, с другой стороны, удивился, какая же там может быть особая база для выполнения нашей задачи по знакомству с православными святынями. И, хотя уже прилетев туда, узнал, что едем мы не в Анталию приехали, а в Анатолию. Что по-гречески означает, это когда-то была восточная окраина Византийской империи. — Кстати, по-моему, достаточно известная с точки зрения искусствоведческой. Там один из периодов из культуры Греции. Как раз вот этот район напоминается. Я, кстати говоря, не знал, что это Анталия и Анатолия одна и то же. — Да. — Не знать. — А вы лучами своими путешествиями, лучиками, солнышко, куда же вы побывали в таких районах? — Первое место нашего пребывания знакомо всем православным христианам России, поскольку на слуху бывает каждый день. Не меньше. В храмах всегда возносится название этого географического места. При упоминании о святителе Николае. Как мы его называем? — Мир Ликийский чудотворец. — Чудотворец он Вселенский, а епископ — Мир Ликийский, архиепископ. Вот это первое место нашего посещения. Место, связанное с служением, погребением, чудесами, прижизненными и посмертными. И унесением святых его мощей из Мир Ликийских в баре, где они сейчас и почивают. — При этом есть какое-то место, храм, может быть, какой-то? — Да, базилика, посвященная его памяти, можно сказать, хорошо сохранившись. То есть она с куполом, с изобилием фресок, неплохо сохранившихся у мусульманских захватчиков. И, к сожалению, есть такой предрассудок, что изображенные глаза на рисунке, на стене, имеют какую-то силу действовать на человека. И поэтому повреждены более всего во фресках, оставшихся под владычеством мусульман, повреждены глаза. Какой-то страх, видимо, смотрящий святой взгляд, оказывает на нехристианскую душу. Но в остальном, в законсервированном виде, даже понемножечку обновляемом, этот храм святителя Николая вдохновляет своей древней архитектурой, замечательными мозаиками, сохранившимися фресками, особым устройством алтаря. Есть свои особенности, которые на Руси не прижились. А там, например, горнее место – это всегда амфитеатр. То есть там может поместиться огромное количество священников, несмотря на то, что площадь алтаря небольшая. Поскольку лесенками, то у батюшки, могут быть одни выше, другие ниже. Само горнее место для восседания архиерея на почтенной высоте. А за этими седалищами, за этим амфитеатром, есть маленький коридор. То есть ты в алтаре можешь пройти под вот этот амфитеатр и выйти с другой стороны. Это, во-первых, как сразу заметил наш спутник, один из многоопытных ипподьяконов. Очень удобно для ипподьяконов оказываться на другой стороне алтаря. Заметными. А, как объяснили экскурсоводы, этот коридор использовался для пронесения через алтарь младенцев мужского пола. После крещения бывает чин воцерковление. И у нас младенца мужского пола проносят вокруг престола и выносят из других диаконских дверей. А они проходили под священническими седалищами. Так что, по идее, даже пронос младенца во время службы не мешал богослужиям. Батюшка, храм этот действующий сейчас? В Турции мы не видели ни одного действующего храма. Они все вот в таком замороженном, в лучшем случае, состоянии. Так полуразрушены. То есть они как музеи вообще, они кому принадлежат учиться? Они принадлежат Турции, правительству, они действуют как музей. Поэтому, собственно, благодатность может там ощущаться только верующими и любящими святителя Николая. И знающими, что это место его подвигов, погребения его. И ты можешь молиться. Значит, идет богослужение, хотя и такое частное. Общественная молитва там невозможна. Так, конечно, череда народа, длинный хвост людей подходит, прикладывается к раке, которая отделена сейчас стеклом, в которой почивали мощи святителя Николая. До перевезения их в баре прикасаются челом к этому стеклу. Рукой можно пролезть за это стекло, прикоснуться к самой гробнице. Но, как ни странно, не так уж много там и православных, и русских, даже чтущих святителя Николая, как христианского архиерея. Как вы думаете, какой бренд иной раскручивается там турецким правительством? Какой же? О, как вы думаете. С каким сказочным персонажем ассоциируется святитель Николай? Не знаете? Теряет догадку. Наверное, с детства, я думаю, как-то к нему были по-своему расположены, так-то его по-своему знали, даже, может быть, за бороду его проверяли надежность. Дед Мороз? Конечно. Как он так немецкий называется? Санта-Клаус. Санта-Клаус. Вот на самом деле, в основном, там не православные паломники, стремящиеся поклониться святителю великому христианскому православному образцу правилу веры и образу кротости, а те, кто хотят видеть зимную родину Деда Мороза, место, где он был похоронен, поэтому нас там ждали удивительные встречи, страшные и поразительные. Едва мы отвернулись, где-то ходим, смотрим фрески, поворачиваемся, в алтаре на горнем месте стоит Дед Мороз. Привели актера с длинной белой бородой, и он символизирует собой святителя Николая в современном мировоззрении. Конечно, для православного христианина, привыкшего к благовейному отношению к святыням, к храмам, к памяти святых, ну, просто это будет звучать кончуственно, но это все равно, что для нас представить в торжество или в месте подвига святителя Феофана, например, нарядить кого-то, какого-то артиста в таком комическом виде и сказать, и поставить где-то на том месте, где жил или был святитель. Реально для нас это было бы шокирующим таким явлением, но вот там это в порядке еще. Ты можешь к этому никак не относиться, и к этому Деду Морозу не подходить, и не просить у него подарочек. Но это, к сожалению, та реальность, с которой в Турции приходится сталкиваться. Вот мне интересно просто, может, немножко от темы отойду, но Турция как себя позиционирует, как светское государство или как исламское государство? И вообще, может, там янычары бегают до сих пор с саблями и рубят голых батюшеком православным? Вы знаете, я сам, может быть, янычаров, к встрече с янычарами не готовился, но к неприязненной встрече готовился, предполагал. И поэтому звонил некоторым специалистам по туризму в Турции. Вообще прилично ли мне там появиться, возможно ли вообще появиться в подрясниках, как обычно я хожу. И на курорте тоже, в том числе, или по чужой стране, которая мусульманская, как мне было известно. Они сказали, да нет, ничего особо не слышали, хотя в основном туристы довольствуются все-таки расположением в своих отелях. Но меня ждало в этом отношении большое очарование, а не разочарование. Эта страна удачно балансирует между некоторой верностью своим традициям, религиозным. Поэтому в каждом ауле или кишлаке, как правильно сказать, городке, поселении непременно есть мечеть, и она в чистеньком, аккуратном виде. Там кричат муэдзины в положенный час с помощью микрофона. Но при этом удивительная приветливость расположения и тогда, когда узнают, что ты не из исламской страны. Сначала вообще вид человека в длинной традиционной одежде, восточной, и с бородой, которая всегда есть знаком, становится во всяком случае причиной к особому почтительному уважению к человеку. Подходили с величайшим уважением и хотя спрашивали, из исламской страны или нет. Если не из исламской, то, конечно, это несколько ослабляло их воодушевление, но тем не менее, большую долю его сохраняло. И поэтому всяко высказывая восхищение традиционным видом и оказывая всякое им милосердие. Это не из тех, кто обслуживает тебя в отеле. Понятно, что в отеле люди за деньги оказывают всякое гостеприимство и улыбаются. Но я заметил, что в турках есть удивительная приветливость, простота, какое-то детское расположение ко всем. Нас, как русских, не трогали даже тогда, когда в одном из городов какое-то было немножко напряжение по вопросу терроризма, какого-то внутреннего противостояния, обыскивали машины. Но едва видели меня там на переднем сидении, узнавали, что мы русские. Никаких вопросов даже пропускали, без всяких препятствий. То есть приветливость народа этой страны, но она, конечно, видимо, опирается все-таки на политику государственную. Меня поразило. Мне подарили древнюю монету античную, гранат такой спелый, а знаки такого простого непосредственного внимания там были кругом. Это я никак не ожидал. Но думал, что в крайнем случае они будут бить. Потому что так, чтобы так от души... Есть какая-то детскость, простота, но в этом, конечно, во многом обязаны они своему реформатору середины XX века, Кемалю. Как его звали? Мустафа Кемаль. Мустафа Кемаль, да. Его отцом турков, зовут Ататюрк, он удивительные реформы провел. Он враждовался воинствующим исламом. Он его оставил в самом таком, можно сказать, умеренном, государственно полезном виде. А при этом послужил просвещению народа. В XX веке, после Второй мировой войны, более половины женщин были вовсе безграмотны. И он так поставил образование. Более 6% государственного бюджета там идет на образование. И поэтому турки, с одной стороны, уже достаточно смирены, чтобы не иметь, во всяком случае, слишком явных имперских замашек. Как это было в XIX веке, когда они все-таки огромные земли, Греции, держали под своей тиранией. Они сейчас, как народ, сознают себя более скромным. И при этом они не оторваны от корней. И, кроме этого, у них твердый ориентир на образование стоит. А народ, который заботится, или государство, которое искренне заботится, вкладывая крупные средства в просвещение своего народа, конечно, пожинает какие-то плоды мирности. Я был, мне совсем непривычно видеть византийскую, или, скажем, даже греческую природу, потому что там горы, красивые пальмы, плодовые деревья растут вдоль по улицам. И с какими-то совершенно чужими названиями, языком, латинскими буквами прописанной, но, однако, совершенно чуждой и непонятной, но не имея, может быть, своей великой культуры, мусульманской, ну, может быть, я в ней не знаток. Они все-таки сидят на обломках Византии, великой, древней, античной и христианской культуры. Но вот какое-то удивительное в результате вот этих составляющих добродушия и простота в народе. Еще я обратил внимание, что они любят свою страну, искренне заботятся о ней. То есть просто она небогатая страна, но ухоженная. Это я не мог не заметить. Мы много поездили по стране, и везде вот какая-то аккуратность, опрятность присутствует. Путешествовали автомобилем? Да, да. Что еще вас поразило? Какие места еще посетили? Ну, если закрыть тему о местах святителя Николая Чудотворца, там, в общем-то, этой базиликой все ограничивается. Мы были на берегу, откуда святитель Николай был с вами мощами уже перевозим в Италию, где он разворачивал корабли во время голода жителей Нерликийских. По его молитве, знаете, прибило штормом корабль с пшеницей. Там же оказывал он чудную помощь, являясь мореходцем, терпящим бедствия. И в этот же порт пребывал апостол Павел, тоже со своими миссионерскими трудами в мирах он бывал. Там, конечно, эта тема очень заострена. В начале 21 века усердием русских паломников был поставлен памятник святителю Николаю на одной из главных площадей этого города. Но впоследствии власти турецкие сошли справедливо святителя Николая с Евангелием перенести туда, с площади, ближе к храму. Там, где уже все-таки специальная, скажем, обстановка и ему посвященное место. А на площадь поставили все-таки этого Деда Мороза. Поэтому все противоречия, особо остро чувствующиеся в этом месте, вот, конечно, вокруг этого сказочного персонажа, который имеет некоторые металлогические корни в образе живого и вечно живого святителя Николая, вот так перепутанные современные сказки. Поэтому это, конечно, очень дискредитирует самого святого. Но надеяться на возрождение там, богослужение, не знаю, возможно ли. Потому что побывали вы в столице, в Стамбуле? Нельзя объять необъятное. Мы побывали в других интересных местах, а Айя София и других святынь Константинополя не добрались. Ну, если вас уже интересует расширение географии, скажу, следующий пункт нашего паломничества – это город Эфес. Для человека, который читал Новый Завет, очень много связано с этим городом. Вспоминает он сразу апостол Павла, который говорит, если мертвые не восстают, то неужели напрасный боролся со зверями в Эфесе? То есть он был в числе прочих христианских исповедников предан на съедение зверя, которые не дерзнули его растерзать, потому что Великая Благодать Божия сопутствовала имамы, были в том числе и в этом Большом театре, где как раз и проходили бои гладиаторов и казни христианских мучеников. Этот город Эфес связан с памятью Третьего Эфесского собора. В 431 году избранные отцы, архиереи со всей вселенной собрались туда для решения общецерковных вопросов, и их собор проходил в базилике, сейчас полуразрушенной, нету сводов, есть только столбы, обозначающие алтарь, часть алтарного свода, стены, частично сохранившиеся. А сама эта базилика построена была на месте дома Иоанна Богослова, куда он по повелению Господню принимал и располагал, упокоивал Пресвятую Богородицу. Поэтому дом Иоанна Богослова Пресвятой Богородицы – это место, на котором была построена величественная базилика, в которой собирались отцы Третьего Вселенского собора. И, конечно, это место досточтимое, и для всякого христианина святыня величайшая. Она находится возле развалин дворца Адриана, возле этих театров, терм, бань античного времени, которые были сохранены и в христианские времена, но сейчас по-разному сохранены. Но от некоторых, например, сокровищ архитектуры прошлого остался один столб, например, как от храма Артемиды. Если вы помните, одна из увлекательнейших историй, которые сообщаются в книге «Деяния апостольских», как апостола Павла и его спутника гнали и пытались убить те мастера серебряных дел, которые изготавливали маленькие статуэтки Артемиды, Эфесской. И тогда, как апостол Павел проповедовал Христа, и многие шли за ним и уже отрицались этих языческих выдуманных богов, тогда эти кавачи собрались и сказали друг другу, что, друзья, тут безобразие свершается. За этим апостолом Павлом, проповедующим чужих богов, идет народ, и для нас это такая опасность, что не только почитание величайшей среди богинь Артемиды будет попрано, но и наше с вами ремесло придет в упадок, потому что никто не станет покупать наших изделий. Поэтому, строго говоря, из этих меркантильных соображений они подвели под них идеологическую базу и ополчились апостолу Павлу с его спутниками и проповедью. И вот, конечно, побывать на этой земле так воодушевляет, вдохновляет христианина из России, так заставляет его освежить в своей памяти и заново даже, особенно ярко, принять все эти страницы христианского торжества, которые имели место на этой земле. Но Эфес еще имеет сокровище. Это пещеру семи эфесских отроков. Если вы помните, чтимые на Руси семь отроков как раз там и явили великую Божию силу. В 250 году при гонениях Дикия среди уничтожаемых христиан были и семь отроков, за которыми гнались, они спрятались в пещере, и враги, зная, что они точно там, завалили камнями насмерть этих отроков. Ну и это дело и закончилось, если бы не через 200 лет, в 450 году при благочестивом императоре Феодосии брались камни с этой горы для строительства, приоткрылся вход, отроки проснулись. Один из них вышел за пропитанием в город, пришел в одеждах 200-летней давности. Это если сейчас бы подобное чудо было, это значит в одеждах какого начала? 1812 года. Пришел бы человек на рынок рязанский с деньгами того времени, в одежде того времени. И вот такое удивление ждало всех жителей города. Это потом появились и остальные шесть. Они были представлены императору. Они прожили несколько дней после своего черного воскресения, но это было очень нужно, потому что тогда появились лжеучения о том, что воскресение, всеобщее воскресение будет без тел, а только души явятся на страшный суд. И вот как бы в обличении этой ереси и в подтверждении могущества Божьего сохранить и тело, даже уже мертвое много веков, это и было явление этих эфесских отроков. И сейчас на месте их пещеры сохраняется, изолированная, впрочем, от людей, но только не для русских туристов. Они, конечно, прорезли через какие-то лазы потайные, потайные, так что смогли походить по этим пещерам, из которых теперь сделаны два храма, были построены в те времена. И вокруг этих храмов очень много усыпальниц. Видимо, в связи с этим чудом большинство состоятельных людей или значительных церковных служителей желали быть погребенными там, где, несомненно, было явлено чудо воскресения. И вот, стоя над этими уже пустыми могилами, мы, конечно, поражались, знаете, там какой эффект. Тишины какой, в общем, редко где бывает. Ну, мы, вообще-то, иногда пребываем в тишине все-таки. Но бывают такие мгновения, где-то в лесу кто-то вот заново вдруг услышит тишину. И вот, спустившись в эту пещеру, вдруг такое полное отсутствие всякого звука. Бывает, знаете, благодать иногда проявляется как какой-то особый свет, какой-то расточенный, какой-то, ну, иногда благоуханием каким-то, ну, не то, чтобы мы этим меряем благодать, но она сопровождается, скажем. А здесь такая светлая-светлая, пронзительная, в которой нет ничего земного, ничего лишнего, тишина. И она такой мир проливает в сердце, она так отражается в тебе. Никому из нас, вот из всей группы паломоческой, не хотелось оттуда уходить, из этих пещер. Действительно, может быть, потому что они так близки к явлению Чудо Воскресенья. Вот город Эфес. А вообще туристов много из России? Паломников? У Николая Чудотворца еще достаточно много. В Анатолии много. Там целые отели, некоторые только россиянами заселены. Потому что уже излюбленное место, не слишком дорогого туризма, и прекрасное море, и замечательный климат. Уникальный. Я задавался вопросом, зачем Константин Великий после Рима свою столицу построил там, в Малой Азии. Но, в общем, я получил ответ на этот вопрос. Уникальный. В Греции, на Кипре, нет столько изобилия вот этого сочетания и гор, и зелени. На Кипре, говорят, были страшные пожары в определенные века, и там, в основном, каменистое пространство, особенно выходящее к морю, только в горах леса. Греция, ну, очень разнообразная. А вот там так гармонично, прекрасно сочетается и изобилие растительности, и горные пейзажи, и долины. Правда, уже дальше, на восток, там есть и довольно скучные такие равнины, безжизненные. Ну, это уже туда, ближе к Армении, ближе к Каппадокии. Это третье место паломничества, можно было, конечно, ни одной передачи рассказывать. Но уж не можем выходить тоже за рамки нашего хронометража. Поэтому перейду уже к третьему важному пункту, потому что такого чуда я не ждал никак. Если еще не знакомы какие-то... А, простите, куда же я пошел из Эфеса, когда еще про главные святыни не сказал? Дом Иоанна Богослова, на месте которого базилика построена, само собой, но там же могила его, та гробница, где он был погребен, и откуда он потом был живым взят на небо по преданию церкви. Когда ученики отодвинули плиту, под которую положили своего учитель, наставника, возлюбленного уничтожника Христова, то там его не было. Он был положен туда еще прежде совершенной смерти, он еще дышал, и так повелел ученикам, чтобы они поступили. Поэтому Иоанна Богослова мертвым никто не видел. Его положили в могилу еще прежде последнего дыхания, хотя он был уже вполне слаб, а когда была плита взята, то его уже там не было. А в день его окончины, до захвата как раз неверными, выступал розовый прах на его могиле, который был целительным для души телеза. И на месте его погребения в VI-VII веках был построен величественный, огромный храм необыкновенной красоты с крестиной, с несколькими престолами. И мы молились на этом месте. И там турки великодушно разрешили совершить молебен, и накинув и Петрахиль, ну, правильно сказать, облачившись в Петрахиль поручей, мы совершили молитву о нашей земле Рязанской, о благоденстве нашей епархии, Иоанна Богословского монастыря. И грешным делом, только не выдавайте меня турецким властям, мы вывезли из этого храма такой достаточно солидный камень в благословение этой земли и этого роба Иоанна Богословского, нашей обители, любимой, в честь этого святого апостола, нареченный. Хотя, как ни странно, даже самих изображений Иоанна Богослова мы там не нашли, то есть они там не продаются. Ну, поэтому, видите, память есть, но она не чтится, так сказать. Это остается, собственно говоря, что меня особенно удивляет, подобное я редко видел и вам рассказывал в Европе. Там только в хорошем архитектурном виде эти базилики, эти ансамбли, но, тем не менее, та же бывает мертвая обстановка, мертвая зона. Ну, а Каппадокия это просто чудо из чудес. Из Анталии, как, кстати сказать, и из столицы Стамбула, ехать туда, на восток, более 600 километров, поэтому, там вообще не было русских. Почти же. Там мы встречали две парни, там моря нет, там это уже не отдохнешь. Министый пейзаж, но, вы знаете, я никогда от вас не скрывал, сколько я путешествовал, видел разных чудес, в Греции, такие преудивительных святынь и необыкновенных географических ландшафт. То, что там меня ждало, это превосходило всякое ожидание. Благодаря каким-то уникальным процессам в земле происходящим, находящее море, уходящее море, пласты какого-то мягкого камня обнаружились из-под других земельных слоев, и есть там определенные плоскогорья, покрытые скалами, причем скалы из мягкого туфа, мягкий камень. И в нем, прежде всего, Каппадокия известна своими, я думал, всегда называл Каппадокия, но там все говорят Каппадокия. В Новом Завете написано Каппадокия тоже. Ударение по-русски, если читаешь Новый Завет, Каппадокия. Но там все употребляют в таком, с таким удалением, поэтому уж простите, не знаю наверняка, на чем нужно остановиться, но и такая-сякая формулировка существует. Я там научился говорить Каппадокии. Нам известны великие Каппадокийцы, это Василий Великий, его брат Григорий Низкий и друг Григорий Богослов, которые явились выдающимися защитниками православия и епископствов в этом крае. Кстати сказать, тоже Каппадокия часто нами употребляется в связи с памятью Василия Великого, особенно Великим Постом, когда служится его литургия Василия Великого, святителя Василия Великого, архиепископа Кесарий Каппадокийский. И он привлек к служению, к защите православия и своего друга, и брата, и они представляли из себя могучую кучку, которая смогла опровергнуть все еретические учения того времени и их устами, их трудами, их подвигом, их благодатью была утверждена. Остался какой-то о них память? Вы знаете, что о них не осталось ничего. Но какой феномен? Например, в Египте Пахомий Великий, получивший от ангела и законы устроения монастырей, и облачения священников, он при жизни своей собрал тысячи монахов. Но когда он умер, приставился ко Господу. Когда он оставил уставы письменные, но самого его с его любовью пастырской уже не было со своими учениками, монастыри постепенно расточились. В V веке были уже десятки, а к VI почти не осталось. В случае с капотокийцами иное дело. Василий Великий послужил созиданию новых монашеских уставов, которые учитывали и общественное служение, которое должны нести монастыри. потом вот эти формулировки вероучительные, православные, которые утвердили великие капотокийцы, послужили к такому взрыву расцвета монашества, что начиная с V-VI века вплоть до уже захвата мусульманами, там великое процветание монашества имело место. И мы как раз оказались на обломках вот этой величественнейшей красоты. В этих скалах братья, начиная с V века, вырубали целые города. Подземные города, скальные города, в которых и кельи, и уединенные скиты, и храмы, и роспись необыкновенной красоты, фрески сохранившиеся, тоже, чем ноги с поврежденными глазами, но поражают объем трудов. Ну и что, кстати, там удивляет. Со всего мира туда приезжают любители старины и таких удивительных явлений, неповторимых во вселенной. И а нас-то поражало более всего там монашеской культурой, потому что, конечно, понятно, каково смирение, каков аскетизм и строгость жизни среди таких камней. Наши преподобные уходили в леса, а эти уходили в скалы, реально в скалы, уходя от мира. И эти скалы, испещренные всеми монастырскими необходимыми помещениями, ну, вот мы, по милости Божьей, живем и жили в монастырях и знаем, сколько должно быть каких-то подсобных помещений, не считая самих главных мест монастыря, храмов. И вот все это там удивительно наблюдаешь как раз вот в этой варианте пещер. И замечательной свежести и духовности фрески, которые, конечно, очень радуют. храмы в честь великомученицы Варвары, великомученицы Екатерины, в честь господских праздников. Ну, то есть, вся культура Византии там блистательно отразилась и сохранена. Встретили там архиерея греческой церкви из Новой Зеландии, почтенный старец такой афонского вида с сопровождающей его группой. Вот. Нас благословил приветливо. А в остальном там совершенно вот такой европейско-американский компонент присутствует народ и русских встретили только две пары. Там одна какие-то состоятельные так на вид пара со своим гидом два молодых человека, видим, предприниматели. и все. Так что пока тропа из России туда особенно не протоптана среди этих каменистых чудес. Еще, видимо, не ступала нога массового российского паломника но я думаю, что теперь с легкой руки рязанского телевидения может быть и узнают многие о этих замечательных святынях православия. Там, например, в одном храме он как усыпальница. Под стеклом можно видеть останки насильников этих монастырей, то есть в остатках монашеского облачения косточки черепа братьев. Я поклонился им как мощам не сомневаюсь в том, что люди святой жизни почивали здесь. Вот такой опять же для нехристианского мира реликвариум, а для нас святыням. Как видите, у меня были самые восторженные и благодатные впечатления от посещения Турции, так что имеющий очи видеть да узрит и среди мусульманской страны такие торжества православия, хотя, конечно, сейчас только напоминающие о величии православной империи. Ну, а мы с вами будем стремиться попасть. Давайте стремиться попасть, но и участь на том, как бывает все-таки прекрасно изобилие торжества православной культуры беречь то, что имеем здесь, потому что хоть у нас и нет таких, может быть, чудес, хотя есть и свои уникальные святыни, но в любом случае, как говорят, лучше живая собака, чем мертвый лев, и имея, может быть, свои скромные святыни и свои еще не такие уж величественные храмы всяких беречь, поскольку в них преизобилует благодать и совершаются таинства, как невеличественная была Византия, и сейчас как немного от нее осталось. Храни вас Господь, дорогие телезрители, Божья вам помощь. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин